МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Срок эксплуатации месторождения превысит 50 лет. Капитальные затраты на разработку рудника составляют порядка 2,5 миллиардов долларов. Это один из крупнейших инвестиционных проектов в области. Запуск Актагайского и Босшакольского месторождения позволит увеличить объемы производства катодной меди более чем на 50%. Как сообщили в Казминерал, скучное выщелачивание окисленной руды, которая находится поверх сульфидной, начнется в четвертом квартале этого года. Средний выход составит около 15 тысяч тонн катодной меди в течение первых 10 лет. Производство из сульфидной руды начнется в 2017 году. В Казахстане появился электронный адрес для сбора жалоб на строителей, сообщает портал Усть-Каменогорские новости. На недобросовестных застройщиков и нарушителей законодательства в сфере энергосбережения и строительства отныне можно пожаловаться напрямую в Национальную ассоциацию энергосбережения и энергоэффективных технологий Казахстана. Именно с этой целью некоммерческой организации был создан специальный электронный ящик. Нововведение призвано усилить гражданский контроль за нарушителями в области строительства. Ведь многие застройщики не в полной мере исполняют обязательства перед государством и населением. Часто после заселения жильцам приходится вкладывать дополнительные средства в утепление квартир, домов, замену окон, реконструкцию сетей, ремонт крыш. Уже на этой неделе организация запустит собственный сайт. Пока что информировать ассоциацию о нарушениях можно по электронному адресу castfax.bk.ru, указав свои контактные данные.